15 февраля борт номер один отправится в Брюссель. Запланированы встречи с руководителями институтов Европейского Союза, ну и конечно с королем Бельгии. В частности с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике, с госпожой Федерикой Магерини. И кроме того состоится двусторонняя встреча нашего президента с королем Бельгии. Ну это уже традиционно, они будут встречаться уже в третий раз и как вы понимаете у них наладились очень такие теплые доверительные отношения, дружеские отношения можно сказать. В Брюсселе планируется подписание двух важных документов – финансовое соглашение по укреплению верховенства права, согласно которому ЕС выделит Кыргызстану 30 миллионов евро. Ну и второй документ – программа по комплексному развитию сельских регионов. Тут уже речь идет о 72 миллионах евро. Первые 11 пойдут на развитие Джалабадской области. Я хотел бы особо подчеркнуть, что по поручению нашего президента Алмашенча Атамбаева мы сегодня ведем переговоры с нашими европейскими коллегами. Тот предмет, чтобы консолидированно подойти к такому проекту и просить наших европейских коллег выделять вот эти выше озвученные около 70 миллионов евро на продвижение двух проектов в регионах. Это проект по чистой питьевой воде и проект ирригационные проекты. В отношении стран ЕС Кыргызстан ведет предсказуемую и логичную политику, считает Сапар Исаков, и поэтому европейские лидеры приглашают Алмазбека Атамбаева посетить с визитами их страны в качестве полноправного партнера. Работаем, разговариваем на равных и вот наш такой честный и правильно выстроенный диалог, он дает надежду европейским коллегам, что мы реально в Центральной Азии страна с демократическим принципом управления. И последняя конституционная реформа, которая сделана в нашей стране, она тоже внушает определенную уверенность в то, что Кыргызстан идет дальше по пути демократического развития. Вот эти вещи все необходимо принимать во внимание. После Бельгии президент вылетит в Германию и примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. На полях этого саммита будут двусторонние встречи. Наш президент проведет полноценную двустороннюю встречу с госпожой Ангелой Меркель, канцелером Германии. Ну и также ожидается ряд двусторонних встреч у нашего президента, о которых, я думаю, вы уже узнаете в ходе поездки. Поездка будет очень интересной, насыщенной. Алмазбек Атамбаев также встретится с обозревателями Евроньюса и ответит на их вопросы. Канад Канеметов, Бактур Сындышенбеков, Общественный Первый канал. И кроме мира.